В начале прошлого года дела у меня шли не очень хорошо. Такое состояние препятствовало моей главной мечте — стать успешным киноделом, поэтому я решил отбросить все отвлекающие факторы и сфокусироваться именно на ней. В итоге, через боль и страдания, я действительно смог устроиться на крутую голливудскую работу, увидеть вживую Вуди Алина и Дэвида Финчера, а также поболтать с Антоном Долиным о кино. Как бы безумно это ни звучало, но мне понадобился всего лишь один, но при этом рискованный шаг, который ты тоже можешь повторить и достичь своих целей в киноиндустрии. В общем, привет! С вами Валера Миронов, и это моя история о том, как я попал на один из самых крутых кинофестивалей во всем мире, с какими трудностями столкнулся и как это повлияло на мою карьеру в сфере кино. Все началось с моих отчаянных попыток найти работу в начале 2023 года. За пять лет, что я осознанно занимаюсь кинематографом, у меня сформировалось приличное начальное портфолио, которое я стал рассылать во все возможные студии, но отклики получал только от кринжовых ютуб-каналов для детей. Ах да, еще было предложение работать видеографом в родильном доме и на литейном заводе. Я понял, что мой опыт не сильно впечатляет работодателя, поэтому я захотел расширить свое резюме пунктами об участии на кинофестивалях. Я заслал заявки на десятки фестивалей и в Москву, и в Питер, но даже тут, на родине, начиная от крупных и заканчивая совсем локальными фестивалями, по неведанной причине я везде получал игнор или отказ. От обиды на все это и просто прикола ради, я открыл список ближайших мировых кинофестивалей и нашел его. Кинофестиваль в Глазго. По фоточкам прошлых лет я узнал, что там был Ричард Гир, а это значит, что это не просто рофлосходка, а что-то серьезное. Поэтому я написал, что являюсь большим поклонником шотландского кино, и хочу поработать у них как самозанятый журналист. Через сутки пуф, и я получил аккредитацию как журналист. И мне предложили взять интервью у директоров фестиваля. Тогда я, конечно, знатно прифигел, но все равно вышел в Zoom, задал им три смешных вопроса, которые вы, кстати, можете посмотреть вот здесь. Попасть на фестиваль в Глазго оказалось так просто, что я решил углубиться в тему мировых фестивалей, и вот что узнал. Существует так называемая большая пятерка фестивалей. Берлинский, Канский, Венецианский, Торонтовский и Американский Санденс. Прикинув возможные варианты, я понял, что реальнее всего будет попасть в Венецию, так как это и относительно близко с Россией, а по времени я успел бы получить визу и накопить денег на поездку. В итоге, просто подав заявку с прикрепленным мотивационным письмом, я в течение недели получил ответ с одобренной аккредитацией категории «Синема». Аккредитация позволяла по броне посещать абсолютно все показы и мероприятия фестиваля, бесплатно кататься на лодочках, что сэкономило бы не одну тысячу рублей, а также чилить в зоне для прессы. Итак, я начал прикидывать стоимость поездки. Бумажки мне обошлись в 30к. Сюда я включаю визовый сбор в 12 тысяч, 8 тысяч за членский взнос на фестивале, плюс 9 тысяч турагентству, которое составило за меня документы и заруинило всю поездку, но об этом чуть-чуть попозже. Если покупать билеты в мае и на сентябрь, то можно урвать что-то в районе 30 тысяч туда-обратно через Ереван. Такой же принцип и с жильем. Чем раньше бронь, тем дешевле. Но одному все равно дорого ехать, поэтому я поделил жилье с семью друзьями, которых позвал в рабочий отпуск, что в итоге обошлось в 27 тысяч на каждого из нас. Обрисовав идеальный план, я верил, что вот-вот начнется следующий этап моей жизни, как вдруг мне насрали в утреннюю кашу. Пока мои друзья еще в июле радовались полученным визам, у меня была тряска от того, что у меня ее до сих пор нет. Время шло, вылет приближался, а документы все не появлялись. В итоге в день, когда мы все улетали, я единственный остался в Питере без визы, имея на руках невозвратные билеты, которые, разумеется, впоследствии сгорели. В тотальном ауше и минус морали я лег спать, чтобы встать пораньше и начать караулить сотрудников под дверьми посольства Италии, умоляя их рассмотреть мою визу вне очереди. Мне приходилось там торчать по несколько часов, так как они отвечают на звонки лишь в отведенный час, и не факт, что за него вообще можно будет дозвониться. В итоге я так проторчал три дня, но все равно продолжал верить, что вот-вот документы уже будут у меня в руках, и я полечу на ближайшем рейсе в Венецию. И да, с опозданием, но визу мне все-таки выдали, потому что то ли турагентство, то ли я поставили в заявке дату вылета раньше даты получения страховки, из-за чего консульство не могло ее выдать вовремя. И за все эти страдания и траты мне визу дали всего лишь на месяц. Короче, в рот я еб... эту бюрократию, благодаря которой мне пришлось просить у родителей помощи и покупать пиздец, какие дорогие и неудобные билеты. С пересадками СПБ Москва, Москва-Ереван, Ереван-Стамбул, Стамбул-Вена, Вена-Венеция. И чтобы вы понимали, я чувствовал себя самым счастливым человеком на земле. И более чем сутки перелетов ни капли энергии из меня не высосали, потому что я предвкушал самый крутой и насыщенный киноэкспириенс эвер. За пять дней я посмотрел порядка 11 фильмов, и каждый из них я смотрел в гигантском кинотеатре среди разных критиков, актеров, режиссеров и других первоклассных деятелей индустрии. Питался я там сугубо двумя вещами. Кусками пиццы за 2-3 евро и апироль шприцем за те же 2-3 евро, в зависимости от места. Один кусок настоящей итальянской пиццы очень большой и сытный. Апироль шприц поддерживал мое приподнятое настроение, а оливка на дне коктейля добавляла необходимых калорий для выживания. Так, мой типичный день на фестивале начинался с подъема в 6 утра, марш броска до лодочного причала, чтобы с другими участниками фестиваля успеть на утренний сеанс в 8 утра. Затем я пил апироль с куском пиццы и через 20 минут шел уже на другой сеанс, чтобы после него еще раз закинуться пиццей и коктейлем, посмотреть третий фильм за день и уплыть на ночной лодке домой. Но как среди всего этого праздника кино я смог отыскать работу? Это на самом деле смешная история. На третий день подобной беготни и постоянного эмоционального шока Мой организм начал сбоить, и я пролежал всю ночь с температурой, проспав утренний ранний сеанс. На фестивалях есть правило. Если ты пропускаешь 3 сеанса, то тебя банят нахуй. И так как у меня уже есть пермачи в мемблоге, пиписе и издательство Камильфо, займить еще один бан я не хотел. Поэтому я помчал как можно быстрее на следующий сеанс в надежде успеть. Опять причал, опять очередь, опять лодка, и я прибегаю к кинотеатру и вижу длиннющую очередь у входа. На английском языке спрашиваю у крайней женщины в очереди «Excuse me, why are we still here? Just to suffer?» На что она начинает отвечать, и я слышу нотки чего-то родного в ее голосе. Плюс у нее была русская раскладка на телефоне. Ну я как слоняра вдавил в ответ «А, так мы же земляки!» На что она сразу поинтересовалась «Кто я такой и что я тут делаю в свои 5 лет?» Я ей все в двух словах рассказал и, опять же, как самый настоящий слоняра, серьезным еб***м вдавил. А где вы работаете и нужны ли вам сотрудники? И как говорится «ноуэй» она ответила «да, нужны». Она искала скрипт ридера или же анализатора сценариев для закупки в свою дистрибьюторскую московскую фирму. Смысл работы в том, чтобы читать сценарии фильмов, которые уже пустили в производство, и писать по ним рецензии на 3-4 страницы, чтобы заранее можно было подешевле купить права на их распространение у нас на родине. Она вручила мне тестовое задание и сказала прислать после фестиваля. Я вот с таким еб***м его получил и прямо на месте готов был умереть от счастья, потому что это был самый импактный день в моей жизни. Еще из хайпового до конца фестиваля я побывал в первом ряду на награждение актера Тони Люна, которую Вонга Каравая снимался в любовном настроении, заснял Вуди Алина на красной ковровой дорожке, побывал на пресс-конференции к фильму «Предчувствие» и дважды наткнулся на Антона Долина. Во второй раз даже спросил у него, как фильм, который мы смотрели, на что он ответил «Кал!» Мы сфоткались и разошлись. Вот так подошел к концу мой трипак, и я приступил к выполнению тестового задания еще в самолете. Сценарий, мягко говоря, был ме, но за счет многих продающих факторов я отнес его в категорию «Звезд с неба не хватает, но под пиво с сухариками можно». В самой рецензии я пытался детально описать структуру, событийный ряд с точки зрения изменения темпа-ритма, раскрытие персонажей и отношений между ними, интересность диалогов, коммерческий и художественный потенциал. Проделанная мною работа понравилась заказчице, и она меня взяла на работу! Еееее, платить налоги, давай! Теперь я ежесезонно, в периоды всяких киномаркетов, куда студии со всего мира централизованно привозят свои проекты для продажи, читаю по 2-3 сценария в день. Уже этим маем я лечу в Каны на свой второй кинофестиваль, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, и я вам запилю крутой влог, в котором, возможно, обыграю Брэда Питта в покер. Или стану нищим просто.